Маргарита Полина Фуре Маргарита Полина Фуре – любовница Наполеона I. Наполеон даже хотел развестись с Жозефиной и жениться Наполине. После разрыва с Наполеоном I она вела бурную жизнь. Занималась коммерцией, сочиняла романы, принимала любовников. Во время египетской кампании в сентябре 1798 года, когда Наполеон I ехал в верховом сопровождении своего генерального штаба на праздник, дорогу пересек отряд солдат. Среди них была глубоглазая блондинка. Ее смех заставил обернуться Бонапарт. Возвратившись в свой дворец, он спросил о встреченной молодой женщине. Адъютант быстро вернулся с подробным докладом. Это гражданка Полина Фуре, которая в мужском костюме приехала в Египет со своим мужем. Ей всего 20 лет, но она пересекла пустыню под палящим солнцем без единой жалобы. Хотя и крепкие солдаты падали на этом пути обессиленные. Весь 22-й стрелковый полк, где служит ее муж, влюблен в нее, но относится к ней с уважением. Маргарита Полина Белиль, ученица Мадиски в Каркасоне, женила на себе племянника своей хозяйки. В самый разгар медового месяца ее муж получил приказ отправляться в Египет. На одном из праздников два лейтенанта главнокомандующего показывали друг другу госпожу Фуре. Они восхищались ею так шумно, что Бонапарт тоже обратил на нее внимание. В тот же вечер он снова встретил ее, подошел к ней, говорил любезности, долго стоял около нее. Расчет ли то был или добродетель, но дама не сдалась сразу. Понадобились уверенные объяснения, письма, богатые подарки. Наконец дело наладилось. 17 декабря Фуре получил приказ доставить, на этот раз в одиночестве, в Италию, где пейший директории. Точно же после отъезда Фуре Бонапарт пригласил его жену, а также многих других французских дам на обед. Она сидела рядом с ним, и он очень любезно подчевал ее. Но вдруг, симулируя неловкое движение, опрокинул на нее графин с водой и увлек ее в свои апартаменты под тем предлогом, что ей необходимо привести в порядок туалет. Исутствие генерала и госпожи Фуре длилось слишком долго, чтобы гости, оставшиеся за столом, могли сомневаться насчет действительного характера происшествия. Фуре, узнавший обо всем, приехал в Каир совершенно взбешенный. Чтобы избавиться от его вспышек, Полина потребовала развода, который был объявлен в присутствии военного комиссара при армии. После развода Полина вела себя как фаворитка Бонапарта. Она роскошно одевалась, обставила дом с невероятной роскошью, с придворными почестями принимала армейских француженок. Во время экспедиции в Сирию она оставалась в Каире, и Бонапарт писал ей письма. По возвращении, отправляясь во Францию, генерал приказал, чтобы бывшая госпожа Фуре приехала к нему как можно скорее. Он оставил ей тысячу луидоров на путешествие. В путешествие она попала в плен, затем была освобождена и, наконец, доставлена во Францию. Она приехала туда, когда уже произошло примирение между Жозефиной и Бонапартом. Бонапарт был щедр на деньги. Их он посылал ей каждый год и каждый раз, когда она просила. Он купил для нее дачный дом в окрестностях Парижа и помог устроить ее брак с Анри Драншу. Полина жила на широкую ногу, принимала у себя много русских, у нее было много любовников. Ее муж в результате сослал супругу в Крапон, в дом нотариуса, у которого снял для нее комнату. Там она представила себя жертвой Наполеона, выдала себя за фрейлину императрицей. Не было такой эксцентричности, которой она не позволила бы себе. Все это закончилось разводом и разделом имущества. Тем самым она лишилась пристанища, туалетов и денег. Но деньги она нашла и приехала в 1813 году в Верону, к одному из своих любовников. Позже она вернулась в Париж. Потом она выпустила свой роман «Лорд Уэнтворд». В 1814-1815 годах она хорошо жила в Париже, но к 1816 году началась нужда, потом почти нищета. Она все распродала и уехала в Бразилию. И полиция следила за Полиной, как за старой подругой Бонапарта. В 1825 году она вернулась в Париж. Полиция ни на минуту не выпускала ее из виду. Она ездила взад и вперед в Бразилию и во Францию, пока в 1837 году не обосновалась в Париже и издала новый роман. Она вполне сохранила свои умственные способности. Писала, рисовала, играла на арфе, скупала картины, поддерживала отношения с женщинами, с которыми некогда была знакома, завязывала даже новые дружеские связи. Госпожа Дараншо перед смертью сожгла все письма, которые писал ей генерал Бонапарт.